Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На телепроекте прошел полуфинал конкурса «Человек-кода». Была названа четверка финалистов. Лидером стал Федя Стрелков. Также в финал попадают Андрей Черкасов, Марина Априкантова и Оля Жемчугова. Голоса распределились следующим образом. Гонка за приз становится все более интересной и интригующей, а смена лидеров конкурса на каждом этапе заставляет поволноваться как участников, так и зрителей. Жена Кости Иванова Кристина раньше очень плохо отзывалась о проекте. Сейчас ходят слухи, что она решила вернуть мужа и отца в семью. Якобы она заявила в своем микроблоге, что собирается на проект вместе с маленьким сыном Платоном. Дима Дмитренко опять побит своей невестой Ольгой Рапунцель. Она ударила его за то, что он ел борщ, который приготовила другая девушка. Валера Блюменкранц продолжает ссориться с Татой Абрамсон. Он обнаружил переписку у нее в телефоне. Разгорелся конфликт. В итоге Валера пошел на свидание с другой девушкой и чуть было не выехал из комнаты. Чтобы вернуть Валерия, Тата признала свои ошибки и отдала ему все свои пароли от социальных сетей. Настю Волынец приговорили к трем суткам изолятора за безразличие от Богдана Бобрику. Она бедного парня даже не кормит. Очередной скандал вспыхнул между Глебом Жемчуговым и Надей Соколовской. Надя поинтересовалась у Ольги Жемчуговой, не ревнует ли Глеб ее к Тимуру Гарафутдинову. Глеб на эмоциях схватил девушку за волосы и грубо отпихнул. Также Глеб обратился к Тимуру. Враг моего друга, мой друг. Я как понял, ты выбрал именно такой вариант. Неожиданно, Тимур. Ольга Бузова дала добро на освобождение Саши Гозиас из изолятора. Девушка была осуждена за употребление ненормативной лексики. Об этом попросил Бузову Костя Иванов. Он пишет, Ввиду смягчающих обстоятельств, а именно недавнее наше с Александрой бракосочетание в изоляторе, Ольга Игоревна была милосердна и удовлетворила мое прошение. Теперь Саша может дышать полной грудью воздухом свободы. А сделала ли она выводы, время покажет. Саша Харитонова снова едет на съемки фильма Дмитрия Астрахана. Скоро в Минск. Продолжение съемок, написала Саша. Новая участница проекта Настя Вощилко еще не появилась на телеэкране, но уже конфликтует со своими подписчиками, которые пишут ей плохие комментарии. Она написала в своем микроблоге. Еще не вышли эфиры, а уже столько г льется, что уши вянут. Так вот, дорогие святые и безгрешные люди, говорите о нас больше. И запомните, пока вы тушитесь, мы идем дальше. Майя Донцова считает, что она не заслужила наказания. Девушка сидит в изоляторе и за драки с Сашей Харитоновой. «Я невиновна», – пишет Майя. «Я отсидела в изоляторе сутки за то, что мой мужчина меня предал, за то, что Саша начала со мной драку и за то, что она просто влезла в пару для очередного развлечения». Если кто и достоин изолятора, то это Александра и Иван. Ходят слухи, что Ксения Бородина помирилась с Курбаном Амаровым и что пара переехала в загородный дом в Подмосковье. У Бородиной квартира в Москве, но интерьер кухни, который она в последнее время демонстрирует на своих снимках, совершенно отличается от кухни в московской квартире. На все вопросы подписчиков о том, переехала ли она и почему кухня другая, Ксения Бородина хранит молчание. Вика Берникова открыла интернет-магазин одежды для беременных. «Я решила создать что-то особенное для девушек в прекрасном положении. Разрабатываем и шьем сами. Хочу, чтобы каждая беременяшка была красавицей». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.